Если вы являетесь огромным фанатом CC и BB кремов, особенно корейского происхождения, ну и даже если в принципе не являетесь, обязательно продолжайте смотреть это видео, потому что сегодня мы с вами тестируем CC крем, который просто покорил интернет. Куда ни зайди, даже на сторонние сайты по типу I recommend, у него отличные отзывы, люди просто обожают этот CC крем, и мне стало настолько интересно, что это вообще такое. У него огромное количество рекомендаций, причем не просто от обычных людей, а также от визажистов, которые используют это уже в работе. Ну и наверняка вы все там по ту сторону экрана думаете, Ира, не томи уже, покажи что ты, что ты имеешь в виду. Итак, речь сегодня пойдет о CC креме от DeoPros, который так и называется Color Combo Cream. Но перед тем, как мы с вами приступим, если вы здесь впервые, обязательно подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои видео в будущем. Даже если вы подписаны, но колокольчик не нажат, YouTube может не показать мои новые видео у вас в ленте подписок, поэтому если не хотите меня потерять в будущем, обязательно нажимайте еще и колокольчик. И последний момент, который мелькнул сейчас в видео и наверняка вызвал очень много вопросов. Да, это татуировка, и нет, она еще не закончена. Для того, чтобы ее закончить, потребуется где-то 3-4 сеанса. У меня пока был только один сеанс, и пока это сырой вариант, здесь еще нечего показывать. И как только она будет полностью готова и полностью заживет, я выпущу видео, где, скорее всего, где-то, наверное, к концу июля это видео получится, потому что процесс этот все-таки достаточно длительный. Наберитесь терпения, я обязательно обо всем расскажу. Ну и на этом со вступлениями у меня все, поэтому предлагаю уже перейти к нанесению. Но перед тем, как наносить этот CC-крем, я хочу, чтобы вы заценили его упаковку. Посмотрите вообще, какая она нестандартная. Ну, по крайней мере, я такие не встречала в декоративной косметике. Иногда такие встречаются в уходе или похожей, но все равно она немножко нестандартная. Вообще, это вот такая вот достаточно большая баночка. Здесь по объему 40 грамм. И что отличает дозатор именно этого CC-крема, это его вот такая вот уникальная система. Для того, чтобы получить средство, нужно прокрутить крышечку по часовой стрелке. И тогда оно дозируется вот здесь вот по центру. Но что интересно, здесь некликабельная такая система, которая, знаете, как типа консилер Maybelline, то есть ты прокручиваешь, и оно щелкает. Здесь ты сам регулируешь подачу, то есть ты можешь бесконечно вот так вот крутить, и средство бесконечно будет подаваться. То есть, по сути, ты не зависишь от порций, которые для тебя рассчитал производитель. Ты сам можешь регулировать, сколько тебе нужно этого средства, насколько мало или насколько много. И я уже, в принципе, поняла, что с этим средством самое главное не переборщить, иначе оно начинает слишком как-то жирновато выглядеть на лице, и начинает заваливаться в морщинки. Вот именно нужно прочувствовать дозировку, которая нужна, и действительно радует то, что дозировка нужна минимальная. Также уникальность этого CC-крема заключается в том, что он не сразу показывает свой оттенок. Кстати, оттенок я взяла номер 23, это самый темный оттенок, и мне кажется, он сейчас вот на лето мне просто идеально подходит. Сначала он, особенно на вот этой вот части, может выглядеть чуть-чуть темноватым, но что касается лба, он вообще идеально сливается с моей кожей, и потом как-то подстраивается под общий тон, выглядит просто замечательно на мне. Так вот, я начала говорить о том, что он не сразу показывает свой цвет, то есть когда вы только достаете его из контейнера, он выглядит абсолютно белым, потому что сам пигмент находится в цветных капсулах, которые лопаются, когда вы его наносите. Отсюда сразу вам совет, ни в коем случае не наносите это средство спонжем. Вы знаете, что я вообще любитель спонжа, и я когда первый раз пробовала этот CC-крем, я его наносила спонжем, и я не могла понять, почему я такая белая. Я буду наносить сегодня этот крем с помощью кисти Sigma F80, это такая плоская синтетическая кисть. На самом деле их полно, не обязательно конкретно эта нужна, очень много разных китайских дешевых аналогов, они в принципе все одинаковые. Но вот именно вот такая кисть наносит это средство лучше всего, лучше всего его протягивает, лучше всего его втушевывает в кожу. Ну, сейчас я вам это все обязательно покажу. Ну что ж, я предлагаю теперь начать все-таки наносить его на лицо, чтобы вы сами посмотрели на все, о чем я до этого говорила. И вот для того, чтобы получить средство, как я и рассказывала, вы чуть-чуть прокручиваете, и вот это вот количество минимальное, это уже в принципе этого средства достаточно для того, чтобы на все лицо нанести. Потому что этот CC-крем очень круто растягивается. Видите, насколько он белый, когда только впервые его наносишь. И потом, когда начинаешь его тушевать, я так подозреваю, что тоже этот CC-крем идеально подходит под нанесение руками. Ну, я руками ненавижу наносить. И вот вы начинаете его наносить, и постепенно-постепенно вы видите, как он превращается в тон кожи. И сначала я люблю вот эти вот капсулы разбивать, предварительно вот так вот наносить, а потом уже растушевывать более детально по лицу. Помимо просто декоративного эффекта, у этого CC-крема заявлено огромное просто количество преимуществ. На официальном украинском сайте написано, что этот CC-крем относится к новому поколению тональных косметических средств, одновременно ухаживающих за кожей и придающий ей здоровый вид и легкий влажный блеск. Diapro's Color Combo Cream выравнивает и освежает тон лица и оказывает тройное функциональное действие. Защищает от солнца, у него SPF 50 и PA++. Осветляет пигментацию и разглаживает мимические морщины. CC-крем содержит цветные капсулы, технологии изменения цвета, которые при нанесении на кожу лопаются и превращают его из белого в бежевый. Подходящий по тону кожи крем. В составе крема Diapro's Color Combo Cream входит экстракт корня солодки, экстракт цветов ромашки, экстракт алоэ вера и гиалуроновая кислота, экстракт портулака, экстракт ценцеллы азиатской, нецинамид, осветляющий тусклый тон лица и уменьшающий пигментацию, аденозин, оказывающий действие против морщин. Также это формула 10-фри, то есть он не содержит очень много вредных для кожи компонентов, которые обычно в декоративной косметике используются. Как видите, этот сесси-крем отвечает абсолютно всему, что было заявлено. Он создает именно такой натуральный фарфоровый финиш, такой вот сияющий финиш. И если вот так вот посмотреть, мое лицо, в принципе, не выглядит прям сияющим, таким вот как жирным, но в то же время, вот в зависимости от того, как я поворачиваю голову и как преломляется свет, общий вид макияжа получается очень таким вот здорово сияющим, так как, в принципе, и любят в Корее. И также, заметьте, что он достаточно хорошо перекрывает недостатки. То есть, при том, что я не могу сказать, что у меня прям заштукатуренное лицо с плотным покрытием, абсолютно неплотное покрытие, я не ощущаю этот сесси-крем на лице, но в то же время практически все какие-то недостатки у меня сразу с лица стираются. У этого сесси-крема присутствует небольшое такое вот липкое, влажное ощущение. Если вас это раздражает, вы можете легко это исправить при пудре в тонкой вуалью пудры, и, в принципе, это все пропадает и заново не появляется. Вообще, нужно смотреть по потребностям, потому что если у вас сухая кожа, вам, возможно, этот эффект, наоборот, понравится. А сейчас я предлагаю немножко прерваться, я закончу свой макияж и уже вернусь к вам для подведения итогов. Итак, главные преимущества этого сесси-крема лично для меня, это в первую очередь хорошее покрытие, потому что сесси-крем прикрывается тонкого слоя, достаточно плотно, основные все проблемы он убирает с лица. Также мне нравится его натуральный финиш, нельзя сказать, что он слишком сияющий, и нельзя сказать, что он матовый. Также этот сесси-крем отличает то, что у него действительно хороший состав, он может заменить даже некоторые ваши уходовые средства. В первую очередь вы можете не наносить SPF, если вы, например, с утра собираетесь на работу, вы наносите ваш уход, после этого вы можете не наносить отдельную SPF-защиту, а просто нанести это средство, и оно будет прекрасно вас защищать в течение 8 часов. Также, как я уже сказала, у него в составе не оцинамид, а это действительно действующее средство, которое, я не могу сказать, что оно осветляет тон кожи, или осветляет пигментные пятна, как заявлено, но у меня была сыворотка The Ordinary с не оцинамидом, и я ее очень любила, потому что она просто делает кожу немножко ярче, как будто. Нельзя сказать, что это светлее, вот наоборот, она просто становится какой-то более яркой и живой. Также мне очень нравится эта капсульная система подачи пигмента, потому что вообще для чего нужны капсулы? Кажется, что это какая-то дурацкая вещь, часто вы могли встречать тоже капсулы в разных сыворотках, в разных праймерах, это выглядит как такие плавающие шарики, и кажется, что это сделано сугубо для декоративного эффекта. Но это не так. Смысл капсул в том, чтобы сохранять содержимое как можно более свежим. То есть каждый раз, когда вы надавливаете на помпу, или в данном случае прокручиваете средство, вы получаете свежие, не соприкоснувшиеся с внешней средой капсулы, которые, когда лопаются, дают вам максимально свежее содержимое. Если вещь идет об уходе, вы знаете, что есть очень много чувствительных к свету компонентов, которые просто, находясь вот так вот на полочке где-то в ванной, сами по себе каждый день портятся. Но если их заключить в эти капсулы, то каждый раз, когда вы лопаете вот эту капсулу, вы получаете максимально свежий состав. Единственное предостережение, если вы задумываетесь о том, чтобы купить этот CC-крем, учитывайте, чтобы у вас на лице не было шелушений. Вот максимально просто следите за этим фактором. Сейчас очень много и скрабов, и пилингов, и разных там скаток. То есть за этим достаточно просто следить. Я замечаю, что как только у меня появляются шелушения, то есть я где-то за ними не услежу, этот CC-крем может их подчеркивать. Но, вы знаете, даже это, наверное, связано не именно с ним, а, возможно, со способом нанесения. Как я уже сказала, спонжем наносить его не получится. Ну, либо если получится, то надо как-то изощряться, потому что вообще вот такая кисть, ее смысл в том, что она вот такими вот круговыми движениями наносит, то есть она будет поднимать все шелушения, которые есть на лице. Если у вас совсем прям с этим проблема, то этот CC-крем, наверное, лучше все-таки обходить стороной пока. В завершении давайте я вам покажу, как выглядит этот CC-крем при дневном освещении, чтобы вы сами посмотрели, и сами для себя сделали выводы, насколько вам нравится, как лежит этот CC-крем на коже, или наоборот не нравится. Ну и, как всегда в таких видео, мы с вами будем тестировать, помимо всего прочего, еще и стойкость этого CC-крема. Сейчас на часах 13.48. Я где-то приблизительно, наверное, около часа нанесла этот CC-крем на лицо, и мы с вами в конце вечера посмотрим, как он продержался. А на этом у меня все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так и было, конечно же, ставьте ему палец вверх. Если вы здесь впервые подписываетесь на мой канал, это можно сделать, нажав на вот эту иконку кругленькую. И также, если у вас есть немножко времени и настроения продолжить наше с вами общение, можете посмотреть другие видео, которые сейчас вам предлагает YouTube. Если же нет, то мы с вами увидимся в новом моем видео через несколько дней.